Большое спасибо организаторам за то, что представили возможность быть здесь и представить первоначальные результаты нашего скрининга. Мы уже закончили скрининг 4,5 миллиона женщин, я постараюсь его суммировать, и перед тем, как я начну, я хотел бы поблагодарить всех присутствующих, особенно председателей, потому что это люди, которые намного позволили сделать это реальностью, программа скрининг, которая использует ДНК, ВПЧ. И Турция была первой страной, которая начала эту программу. Я дам вам результат, и я надеюсь, что это сможет придать вам определенную мотивацию и показать, что практически во всех странах мира можно выполнять скрининг. Мы уже знаем о программе ВОЗ. И если эта программа будет признана в следующем году Ассамблеей ООН, очень видно, что во всех странах мы начнем вакцинацию двумя дозами в возрасте 11 лет, и будем максимально широко выполнять скрининг на ВПЧ. Это глобальная задача программы Ассенке. Я знаю, что в некоторых странах необходимо начать только программу скрининга и некоторопилотные исследования ВПЧ, получая определенные данные, прежде чем они смогут работать с реальностью. И вы уже знаете, что есть проблемы, связанные с Москвой по Пампе Николау, в сравнении с исследованием ДНК ВПЧ. Я не буду давать вам те же научные каталоги, все, что уже изучали на моей стороне. Основная проблема состоит в организации программы, которая сталкивается при работе с цитопатологами. Что это означает? Мы можем выполнить скрининг, можно брать образцы, но необходимые цитопатологи, которые будут изучать полученные мазки. Если есть лимит, а лимитопатолог существует, может быть, это 10 в день, 100 в неделю, вы будете ограничены в рамках скрининга. И также есть проблема, когда вы пытаетесь выполнить оценку качества. Вы можете кому-то сказать, что качество оценок может быть недостаточно. И здесь начинается проблема, которая связана с личностью, характеристиками от цитопатолога. Некоторые обижаются, когда вы критикуете их качество. И в некоторых случаях бывают ситуации, когда точно наблюдаются в восточной части страны, все прекрасно, затем они приезжают в западную часть страны, а там нет цитопатологов, и они выпадают из программы. Программа по выявлению ДНК не характеризуется проблемами, но здесь есть другие проблемы. Не так много патологов, которые связаны с тем, что не существует не так много патологов, не так много патологов, которые специализируются на скрининге. Итак, у нас есть данные, которые пришли к нам, которые были получены в разных странах. И можно объединить эти данные и сказать, что исследования ДНК более чувствительны. можно выявить 95% позитивных пациентов. Можно выявить интервал скрининга, можно проводить повторный скрининг только через 5 лет, если есть отрицательные результаты. Результаты более активированы. Здесь нет необходимости в том, чтобы использовать специалист-цитолога. Вы просто помещаете обратить в машину и получаете результаты. То есть здесь устраняется часть, значительная часть проблем, которые существуют при работе с цитопатологами. И также в ближайшем будущем будут выполнения ПЦР-теста по образцам, которые разбирают сами женщины. Тем не менее, есть определенные экономические аспекты, но если она не позволяет это делать, то это хороший метод для скрининга. Существует определенная статистика по выполнению исследований в мире. Испоказанная статистика для Голландии, для Швейцарии, некоторых других странах, Италии, других странах, где уже введены в действие программы скрининга на ДНК, ВПЧ. И число стран, которые вовлечены в эту программу, изменяется с каждым годом. И в нашей программе. Естественно, скрининг рака – это не что-то новое для ТОР-Ц. Он был, значит, в 2004 году. Но скрининг, охват скрининга никогда не превышал 3-5% популяции. Большинство людей, большинство скрининга выполнялось в качестве партнеристических программ гинекологами. И это то же, что происходит в России. То же происходит во многих странах. И почему это происходило? Откуда взялась эта проблема? Популяция была очень большой. Я говорю о 16 миллионах женщин старше 30 лет. География очень большая. С запада на восток очень сложно организовать систему скрининга. И цирпатологи часто меняют свои местные нахождения. Часто их недостаточно. И, как я уже говорил, не было контроля качества. В этих условиях нам никогда не удавалось скринировать более 4% популяции. Затем 4-5 лет назад мы изменили программу скрининга. И мы начали выполнять ДНК-диагностику. Мы получали два образца. От каждой пациентки образцы забирал врач или медсестра. Это обладательное преимущество. Мы получали два образца. Один из них был образец для ДНК-исследования. Второй был обычный мазук Папа Николаев. И мы выполняли исследования образцов в централизованной лаборатории, в центральной лаборатории. Мы смотрели, есть ли положительный результат ДНК-исследования. Если результат был отрицательным, мы не изучали цирпатологические образецы. Если вы получаете отрицательный результат ДНК-исследования, приходите через 5 лет. Но если результат положительный, тогда мы изучали генотипы и смотрели обычные цирпатологические образецы. И через 10 дней можно получить определенный образец. Например, сказать, что есть положительный результат с теста. HPV. HPV 16, ВП16 положительный, 30, 31 отрицательный. И есть изменения по цирпатологическому мазку. И в этом случае пациентка быстро отправляется на клепоскопию. И каков был эффект этой программы? Я думаю, что программы можно выполнить в других странах. Это простое и эффективное решение. Мы увидели примерно 10-кратное увеличение охвата скрининга популяции. И это очень важно, потому что мы говорим о очень консервативной популяции, мусульманской популяции. И это очень хороший результат, который мы говорим, что если некоторые женщины не посещают скрининг, то проблема не в женщине. Женщина умная. Если женщина не приходит на скрининг, то проблема возможна в вашей системе. И нужно обдумывать возможности изменения системы, сделать того, чтобы сделать эту систему более удобной для женщин. Здесь показаны результаты исследования. 4,5 миллионов. Проводительных результатов на ВПЧ немного, только 4% исследовательной популяции. Но проблема. Также стоит в том, что часто мы получали недостаточно материала при использовании Москва Папа Николаев. В этом случае при менее 1% образца содержит ДНК в ВПЧ. И мне пришлось обходить всех учеников программы доктора за доктором. И в этом случае мы смогли увеличить количество изменений, которые выявлялись по Масква Папаму Николаеву. Это очень хорошие результаты. Какие генотипы набирались? Какие генотипы видели в нашей популяции? Это генотипы в популяции. И как ожидалось в популяции, мы видели часто в общей популяции вариантов ВПЧ-16 и 18. Но если мы касаемся женщин, которые уже ВПЧ-позитивны, то проблема 16 и 18. Мы здесь видим, что здесь Турция отличается от Европы и Азии по распределению генотипов. Испоказные результаты оценки Москвы Папа Николаеву у женщины с позитивным результатом ВПЧ-диагностики. И здесь опять-таки важно отметить, что в результате нашей работы снилило число случаев, когда мы не получали удачное количество материалов. Обычно при инфекционном воспалении у 35% женщин мы не получали удачного материала. Это было неприемлемо. Теперь это число таких пациентов менее 10%, а при данной ситуации это менее 1%. Здесь пока на результате биопсии. И здесь мы видим, что 40% пациентов гинекологи не делают колпоскопии. Они просто проводят повторный скринк на ВПЧ. Это не нужно. Это только избивает току пациента. Поэтому нам необходимо продолжать образовательную программу, необходимо обучать колпоскопистов и визитно-назначные качества в закрытой области. Итак, по тому, как мы отменили 4 миллиона пациентов, мы видим, что 35% пациентов соглашаются на скрининг. И теперь количество пациентов проходя на скрининг уже больше 90%. Число пациентов отправлено на колпоскопию самое низкое в мире. Это примерно 1,5%. И из тех пациентов, которые мы обследовали в сельской местности, только 1,5% отправились на колпоскопию. И число выявления рака СН3 это 23%. И мы отправили не много пациентов на колпоскопию, и по крайней мере у третьих пациентов мы выявляем СН1-3. И это очень хорошие результаты. И публикация, которую мы собираемся сейчас выпустить, говорит о том, что варианты HVPCH-16 важны, но также в туристической популяции VPCH-33 также очень важны даже в большей степени, чем VPCH-16. Мы видим, что выявление стадии СН2 и выше 35%, более 35% для VPCH-33. И если выполняете VPCH- геносипирование, геносипирование, необходимо использовать несколько вариантов, не только в VPCH-16. Несколько сигналов, несколько секунд еще, можно ли запустить звук для видео? Это программа масштаба страны 25 миллионов женщин, не так много патологов, но сейчас мы используем одну общую программу всего с 4-мя патологами и 3-мя макробиологами мы можем проводить скрининг в масштабах страны. Как случилось, я покажу вам. Как эта лаборатория работает? Естественно, везде существует национальная международная агрегитация, необходимо периодически подтверждать. Здесь показаны образцы, которые приходят от врачей и медсестеров и каждую неделю они приходят в национальную лабораторию. И эта программа, которую используют сейчас, вы можете распространить свой собственный софт. Каждый шаг здесь обозначен отдельным окном. Вначале прибывает лаборатория образец, он находится на складе, он находится в лаборатории, здесь ПЦР, здесь генотипирование, здесь оценка москов, все это определяется по отдельным окнам. Если существует на определенном уровне проблема, в окно окрашивается красным и отправляться предупреждать сообщение, и таким образом вы можете адресовать все типы проблем на уровне лаборатории, и это позволяет нам давать результат в течение 10 дней, не больше. Здесь вы видите два образца для каждой женщины, один из них обычный социологический образец, другой это образец для ПЦР-диагностики, как я уже вам сказал, вначале мы используем хорошую программу, мы используем программу биобанка, мы завершили 5 миллионов образцов и не раз его не перепод для образца, потому что все образцы находятся всего в 5 комнатах, это не мегалаборатория, и у нас нет права смешать перепод с образцы. В первую очередь мы смотрим есть ли положительный результат ВПЧ-то тестирования, если ВПЧ-то негативный, отрицательный, то мы не изучаем социологический мазок, нет необходимости, это вылучшает в 4-й всего на 2%, поэтому здесь в области хранения на складе ждут социологические образцы. В первую очередь мы изучаем образец с помощью генетического исследования, положительный или отрицательный результат. ВПЧ-то тестирования. Если мы находим положительный результат ВПЧ-то теста, тогда мы изучаем генотип и мы изучаем циологический образец. Поэтому мы не изучаем миллионы циологических образцов для миллионов женщин. Вначале мы получаем результаты молекулярных тестов. Итак, мы можем использовать любую форму. Мы использовали форму PPP публичное партнерство для отношений с пациентами. Все системы, включая наша программа, управляются определенными компаниями. Компания выигрывает тендер и система полностью автоматизированная. В данный момент у нас есть машины, что позволяет нам обрабатывать 20 тысяч образцов в неделю. если допускать больше образцов, я просто ввожу в действие еще одну машину. Нам нет необходимости задействовать дополнительных патологов. И здесь вы видите, что мы выполняем генетипирование. Это второй этап. я могу дать вам результаты. У вас выпеча 16, 18, 31, 33. И здесь мы смотрим циррологические образцы. У этих двух женщин были позитивные исследования, положительные исследования выпеча теста. И мы изучаем мазок по папу Николаю. И это контролируем исследование. Каждый циррологический образец утром два патолога. У нас есть система хранения изображения всех циррологических мазков. Здесь обводят в области патологических изменений и результаты вправляется к пациенткам. И затем если результат осуществительный, то мы сохраняем образцы в течение трех месяцев. Если результаты позитивные, положительные, то мы храним образцы пять лет. У нас хорошая склада и мы можем выполнять валидацию в любых случаях у отрицательных случаев. Через три месяца мы усиливаем образцы и обратное место для других пациентов. можно ли открыть последний слайд? Я хотел бы упомянуть программу ВОЗа. Большое спасибо за помощь. Благодаря этой программе мы начали зарабатывать день генекологической онкологии. До этого у нас были программы симпозиумы для рахмолочной железы и других заболеваний, но не было день легенекологической онкологии. Я приглашаю всех на вот этот гоудей, это мероприятие. Мы будем рады видеть всех наших коллег. У нас будет замечательная программа. Большое спасибо. Большое спасибо. Мурат, может быть один вопрос. Я хотел просто узнать, как вы подтверждаете, что женщины, которые приходят на скрининг, не относятся к группе очень низкого риска. Вы видите очень небольшое количество заболеваний. Как вы обеспечите то, чтобы женщины с группой высокого риска проходили скрининг. У нас нет такого ограничения низкий риск или высокий риск. Есть система врачей и сестер. У каждого из них относятся 700 женщин в их области. И их данные видны на компьютере врача. Он напоминает женщинам вне зависимости от того, какой группе риска они относятся низкому или высокому, чтобы они пришли на осмотр. Но все ли они приходят в ответ на приглашение? Обычно приходят только некоторые женщины из тех, кого пригласили. Да, конечно, только часть. Мы никого не вынуждаем. 35% это данные не касаются тех, кого пригласили. Из приглашенных мы получаем результаты в 90%. Да, конечно, врачи не всегда очень настойчивы, но это то, что они делают добровольно. по-моему, была очень интересная, замечательная сессия. Единственное, Алексей Михайлович, большое спасибо за эту организацию, но все-таки сессия заслуживает чуть больше аудитории, это очень важно, потому что мы получаем рассылки по всем фарма о каких-то асимпозиях фармакологических но вот рассылки по этому симпозиуму я ни разу не получал. Столько усилий нужно, хотелось бы, чтобы было больше людей. У нас вот 24-25 в Москве прошла конференция, трудно было, конечно, но эта конференция была посвящена теме, именно этой теме, первичной и вторичной профилактики опухоли ассоциированных с ВПЧ. Но мы в 600 местном зале собрали более 400 человек. Все-таки это хорошо до начала. И я хочу повторить то, что уже говорил Алексей Михайлович, что внимание к этой проблеме усиливается, и мы должны продолжать работать для того, чтобы, все-таки, мы вошли бы в состав развитых наций по этому компоненту. 92 государства включили в календарь вакцинацию в ВПЧ профилактики, то есть вакцинацию 92 страны, из них 20 стран вакцинируют уже и мальчиков. Ну, просто, так сказать, хочется, чтобы наша страна была на уровне, и наши женщины получали то, чего они заслуживают, соответствующее внимание. Теперь, если можно, конкретно об одном наблюдении. Елена Александровна показала очень важный слайд, но почему-то на него не обратила внимания. Значит, это прогноз заболеваемости раком шейки на матке в Австралии, в которой, как мы знаем, в 2007 году проходит вакцинация. Австралийцы прогнозируют, что в 2030 году у них будет 4 случая рака шейки матки на 100 тысяч женского населения. Алексей Михайлович посмотрел прогноз, мы посмотрели прогноз, по нашим данным, в том же 2030 году в России будет около 29 случаев рака шейки матки на 100 тысяч населения. По-моему, это о многом говорит. Во всем мире, во всяком случае, в развитых странах, во всяком случае, в Европе и в Северной Америке, и в Австралии заболеваемость и смертность, главная смертность снижается. А у нас этот процесс, в общем-то, идет в другом направлении. Спасибо еще раз участникам конференции, спасибо, успеха, удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok